Анастасия Буторкина Здравствуйте Пожалуйста, вам слово Да, Дмитрий, мы действительно на подсознательном уровне длительное время готовились к чему-то подобному, но, конечно, когда мы об этом узнали, это было полной неожиданностью Действительно, в прошлую субботу, 18 февраля 2017 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ, в соответствии с которым большое количество документов, которые выдаются государственными органами Донецкой Народной Республики Да, сюда входят и плюс номера, и водительские удостоверения, свидетельство о рождении, дипломы, и кроме паспортов, чтобы люди понимали, правильно? Да, мы будем говорить об этом чуть ниже То есть большое количество документов будут признаваться действительными на территории всей Российской Федерации Я могу сказать, что большое количество людей вздохнули с облегчением Почему? Потому что на протяжении последних нескольких лет обычное мирное население испытывало определенные трудности с теми же самыми документами Начиная от получения свидетельства о рождении, свидетельства о смерти и других документов, которые необходимы для обычной жизни Поэтому, конечно, это большое положительное событие в жизни обычных мирных граждан обеих республик Давайте начнем с указа, наверное, какое его полное название? Указ называется «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам безгражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины Здесь я хочу обратить внимание, что мы, конечно, все называем себя Донецкой народной республикой, Луганской народной республикой В данном указе, в соответствии с подписанными минскими соглашениями, указаны здесь, что мы территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины Хотя это, допустим, определение никаким образом не влияет на признание Почему? Потому что паспорт у нас гражданина Донецкой народной республики Здесь скорее идет отсылка к минскому договору, который прописан Эти области прописаны вот таким образом И, конечно, этот указ в первую очередь был подписан с целью соблюдения прав и законных интересов, с целью помощи тем людям, которые оказались заложниками на этих территориях Почему? Потому что на протяжении последнего времени мы знаем, что Украина сделала все возможное, чтобы заблокировать выдачу документов, реестра Но сложность жизни жителей республики Сложность вылилась во всевозможные отрасли Начиная с пересечения линии разграничения, какие блокпосты, какие требования, какие претензии Создание сайтов тех же самых наподобие миротворца Преследование по каким-то политическим или другим каких-то убеждениям Непризнание свидетельств о рождении, по мнению Украины, на неподконтрольной территории Паспорта То есть дело в том, что у нас на нашей территории продолжается жизнь, несмотря на военные действия То есть у нас рождаются дети, большое количество детей У нас умирают люди То есть обычные граждане были вынуждены В связи с тем, что не признавались данные документы, которые выдавались ЗАГСами, находящимися на территории Донецкой Народной Республики Вынуждены были обращаться в судебные инстанции непосредственно на территории Украины А с технической точки зрения, я вам как адвокат, как юрист могу сказать, это очень проблемно В каком плане? Например, привожу самый бытовой обычный пример Родился ребенок в Донецке, допустим, в 2016 году Он получил свидетельство о рождении Донецкой Народной Республики Украина его не признает, ни в каких реестрах этого ребенка нет Свидетельство о рождении выдано Донецкой Народной Республики А у родителей, кстати, если они проживали все время здесь Паспорта Украины Паспорта Украины или паспорта Донецкой Народной Республики Тоже, ну, можем, допустим, получить В зависимости от ситуации А теперь, что нужно было сделать? Необходимо было родителям, одному из родителей Выехать на территорию Украины Там обратиться в судебные инстанции С заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение А именно о том, что ребенок родился на неподконтрольной территории То есть это делается в судебном порядке? В судебном порядке В принципе, это заявление рассматривается в укороченные сроки Но нельзя было решить этот вопрос выездом, допустим, одного дня Мы все знаем, какие очереди на блокпостах Пока выехал, потратил несколько часов Прибыл в суд Необходимо составить это заявление Помощь, например, юриста или адвоката Оплата судебного сбора, кстати, который вышли в несколько раз Чем у нас на территории Тоже нюансы такие есть В дальнейшем Обращение в суд, получение решения А перед судом, кстати, еще надо обратиться в ЗАГС И получить отказ о том, что ЗАГС не может выдать свидетельство о рождении образца Украины То есть надо отказ от ЗАГСа получить Это тоже дополнительное время И в итоге Это может быть день, два, три Пока все это выдадут Пока это все оформят Пока в итоге родители получат свидетельство о рождении ребенка А теперь с технической точки зрения Если ребенок новорожденный, только родился Мама находится вместе с ребенком Маме тяжело выезжать И опасно И как технически ты с новорожденным куда-то поедешь Ты его оставить не можешь Точно так же папа, если куда-то поедет Поэтому это очень большие проблемы То же самое касалось установления факта, имеющего юридическое значение касательно смерти На территории Донецкой Народной Республики То есть люди точно так же выезжали или обращались к юристам Цены, кстати, за услуги были довольно-таки приличные Можно было и без выезда, в принципе, сделать Оформить, допустим, доверенность Или выехав один раз доверенность Но это колоссальные были материальные затраты Сейчас в настоящий момент Это отпадает само собой И что мы будем, кстати, видеть в ближайшее будущее Уменьшение количества обращений С такого рода заявлениями В суды Украины И увеличение обращения в суды Донецкой Народной Республики О том же расторжении брака То, что когда люди колебались Где нам получать решение суда Как нам решать, допустим, семейные вопросы Признает ли Российская Федерация Решение Донецкой Народной Республики О расторжении брака Как следствие расторжения брака или нет То есть люди пытались, обращались Все-таки на территорию Украины Сейчас, я уверен Сейчас, согласно указу, все это автоматически считается Количество людей уменьшится в разы Это были большие проблемы Во-первых, упадет, допустим, оплата судебного сбора Бюджета Украины Я допускаю, что это, конечно, не такие колоссальные средства На которые, допустим, можно рассчитывать Но все равно люди же постоянно обращались Опять же, о расторжении брака Об установлении факта Может быть, признавали право собственности Допустим, на наследное имущество Оплачивая судебные издержки Или какого-либо рода пошлины В бюджет Украины В настоящее время с этого года Мы делаем все на своей территории Мы оплачиваем все необходимые платежи Получаем документы, которые у нас признаются Понятное дело, как в нашей республике Которые признаются на территории Российской Федерации То есть мы тоже, как бы, не будем уже обращаться к Украине Будем хорошо себя чувствовать с этими документами Снимается большое количество проблем Очень большое количество снимется И мы даже, мы уже предвидим Как будет меняться немножко ситуация в юридической сфере В связи вот с этим указом Мы, как практики, мы каждый день сталкиваемся с этими проблемами С установлением фактов С расторжениями браков И с другими нюансами Связанными с документами Хорошо, Анастасия Какой срок действия у этого указа? Дело в том, что в самом указе написано Что он носит временный характер Пока не будет урегулирована ситуация Можно говорить, там, на нашей территории, да, например И не будут выполнены все требования Минского договора Минские соглашения Но мы сейчас не можем даже предполагать, например Сколько это времени может занять Почему? Потому что, как мы все знаем и ощущаем на себе Что Украина всячески пытается не исполнять Минские соглашения То есть, вплоть до того, что даже пытались отвезти технику Потом она осталась на местах Или она возвращается То есть, Минские соглашения не выполняются Не вносятся необходимые законы на рассмотрение Верховную Раду Ну и остальное все по пунктам То есть, пока Украина не признает Не исполняет Не соблюдает Минские соглашения Указ этот будет действовать Поэтому, я еще, кстати, хотела сказать Что вот этот указ, он будет стимулировать Исполнение Минских соглашений Кроме того, как он работает во благо нашего мирного населения Он ставит Украину в рамки Исполняйте, пожалуйста Потому что подписать подписали А исполнять никто исполнять не хочет А необходимо делать Потому что территория большая Количество людей здесь большое количество Ни один, ни два миллиона У всех жизни, у всех семьи, у всех имущества И все хотят мирной жизни Поэтому необходимо все-таки соблюдать И действовать в пользу мирного населения и граждан Не знаю, повлияет ли это на Украину Если на нее мировые державы не могут повлиять Ладно, давайте перейдем к вопросу такому Какие именно документы будут признаваться этим указом? В первую очередь, это, конечно, паспорт гражданина ДНР Документы об образовании или о квалификации Свидетельство о рождении, о заключении брака О перемене имени, свидетельство о смерти Свидетельство о регистрации транспортных средств И регистрационные знаки транспортных средств Которые выданы нашими государственными органами Что это значит? Что все те транспортные средства Которые были поставлены на учет В ДНР Имеют возможность Пересекать границу Пересекать границу И передвигаться По всей территории Российской Федерации Кстати, о чем можно сказать? Еще, видя какие документы Будут признаваться на территории Российской Федерации Однозначно увеличится количество людей Желающих получить паспорта ДНР Многие люди остались без документов Например, мы все вспоминаем Военные действия убегали, уезжали Пожары, взрывы и прочее То есть люди теряли Утрачивали каким-то образом документы Удостоверяющие личность То есть будут оформлять эти паспорта Тем более с такой возможностью Допустим, выезжать на территорию Российской Федерации В дальнейшем Сейчас увеличится количество людей Обращающихся Для решения вопроса О регистрации транспортных средств То есть если мы спокойно можем На... То есть люди сомневались? Боялись на эровских номерах Как говорят у нас обычные автолюбители То есть мы можем теперь выезжать Не имея никаких проблем На территорию Российской Федерации Это тоже будет хороший толчок Для того, чтобы мирное население Нашей республики Исполняло положение Обязательно положение по регистрации Транспортных средств То есть два направления Которые можно увидеть Которые сейчас будут пользоваться Особым спросом со стороны Обычных граждан Знающие люди мне рассказывали Что на самом деле И до этого указа Транспортные средства Зарегистрированные в Донецкой Народной Республике Не сильно останавливались Или как-то штрафовались В Российской Федерации То есть сейчас это будет На законных основаниях Потому что да Но вопрос хотел о другом задать При найме на работу Будут ли брать в Российской Федерации Наших людей Граждан ДНР С паспортами Дело в том, что в принципе Даже без этого указа Кто хотел оформлять на работу Жители допустим Донецкой Народной Или граждан Донецкой Народной Республики Они их и принимали В принципе в этом проблеме Не было всегда Есть возможность Принять на работу Гражданина иностранного государства Хоть Российская Федерация Допустим нас признает Как мы отдельные районы Донецкой и Луганской области Сейчас в настоящее время Вот кстати если мы обратим внимание на указ Большое количество экспертов Адвокатов Специалистов Политиков Комментируют со своей точки зрения Что даст этот указ Но по большому счету Еще на данное время Мы еще не ощутили на себе Последствия этого указа Да действительно люди выезжают Действительно Допустим пересекают границу Российской Федерации Передвигаются на машинах Но возникают и другие вопросы Связанные с реализацией этого указа И мне кстати уже задавали эти вопросы А могут ли теперь банки Российской Федерации Выдавать кредиты Уже поступают такие вопросы А у вас вопрос А могут ли например Граждане Донецкой Народной Республики Быть принятыми на работу А вот теперь вопрос Здесь кстати написано Что признаются документы Подтверждающие образование А как на практике Например студенты Которые окончили высшее учебное заведение Или дети Которые окончили школы Как они на практике в России Могут например пойти И продолжить обучение Или получить какую-то квалификацию Допустим в научной степени И остальной То есть указу Еще по большому счету Еще не прошло Не прошло даже недели С того момента Как он был подписан И как он был опубликован И конечно Ажиотаж Ажиотаж Эйфория В связи с тем Что это он ожидаем очень был Он был ожидаем Но дело в том Что даже мы Мы не могли поверить Что действительно это произошло И большое спасибо Конечно Потому что для нас Как для нас Для обычных Мирных жителей Для граждан Это очень большой плюс И большая польза Именно для нас Потому что Мы живем Мы должны реализовывать Свои права Опять же Мирная жизнь Рождаются Заключают браки Расторгают браки Умирают Приобретают недвижимость Продают Жизнь идет Вступают в наследство Получают образование А получается у нас Ситуация такая Что Украина Например Не признает Вышеучебные заведения Которые здесь находятся Простите У нас есть студенты Которые допустим Поступали на первый курс Еще при Украине Да Сейчас находятся На третьем На четвертом курсе Извините Что делать этим детям Остались преподавательский состав Хороший Да Дети учатся По хорошим дисциплинам Они Они должны получить дипломы Об окончании Высшего учебного учреждения А получается Что их С той стороны Просто не признают Но поэтому Россия помогла Они будут признавать Значит Дети же не просто так же учатся Они будущие специалисты Они будущая опора И нашего государства И в дальнейшем Могут развиваться Это вынужденная мера Нас поддержала Российская Федерация Если возвращаться К вопросу О нами на работу То сейчас Просто Отказать Не будет Законных прав У работодателя Правильно? Дело в том Что Работодатель Не важно Где он В Украине В Донецкой Народной Республике Мы говорим По Российской Федерации Если он Допустим Не захочет Брать себе Трудоустраивать Какое-либо лицо Можно найти 55 причин И не основываться На документах Которые предоставляет лицо Потому что Можно например Найти причины Низкой квалификации Поставить например Какой-то испытательный срок Или Допустим Не получилось Работать в коллективе Или еще что-то То есть Я не считаю Что сейчас Допустим Признание этих документов Как-то вот Все побежали И взяли на работу Граждан Донецкой Народной Республики Но Тут самое основное В том Что документ Признается То есть Вот пожалуйста У тебя есть паспорт У тебя есть Вот семья Папа-мама С паспортом Граждан Донецкой Народной Республики Ребенок родился У них есть машина С номерами Донецкой Народной Республики Эта семья Может спокойно Выехать на территорию Российской Федерации К своим родственникам К своим друзьям Поехать там По своим каким-то делам Отдохнуть Или еще что-то То есть Вот так я вижу И как оно будет на практике Как будет складываться Дальнейшая Жизнь Тех граждан Которые у нас Сейчас здесь На территории Донецкой Народной Республики На основании каких документов Граждане Донецкой Народной Республики Могут осуществлять Выезд на территорию Российской Федерации Выезд может осуществляться В Российскую Федерацию На основании документов Удостоверяющих личность То есть это паспорт гражданина ДНР Дети несовершеннолетние Это свидетельство О рождении И здесь кстати Вот интересное Содержится в этом указе Здесь указано Без оформления виз То есть в информационном пространстве Без вызов Украины сейчас Поднялась паника О том что А как же мы Может быть там в Украине Ведут визовый режим Но в России об этом давно говорят Здесь В данной ситуации Комментировать что-то Наверное Рано И Это в принципе Не область юриспруденции Но Здесь указано Опять же Что наши граждане Проживающие на этой территории Без оформления виз На основании таких документов То есть пожалуйста Кстати указ Президента Российской Федерации Полный текст Находится в общедоступном Доступе С ним можно ознакомиться Очень много сейчас Комментариев От различных От журналистов От историков Политологов Каких-то экспертов То есть можно почитать Можно свою точку зрения Высказать по этому поводу Но он есть И кстати Правительство Российской Федерации Было поручено президентам Принять необходимые меры По реализации данного указа То есть в любом случае Это большое облегчение Для жителей Донецкой Народной Республики И хочется Чтобы таких маленьких Шажочков Было больше и больше К признанию Донецкой Народной Республики Напомню Что вы смотрели Программу 7 вопросов юриста На телеканале Новороссия ТВ В студии для вас Работал Дмитрий Зиньковский В гостях у нас была Адвокат и правозащитник Анастасия Бутуркина Анастасия Спасибо вам Не переключайте канал Дальше будет интересно Спасибо До свидания Субтитры создавал DimaTorzok